В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим! Здравия, Алексей и слушатели! Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 апреля 2018 года четверг, по одному из старинных 35-й день месяца пробуждения природы 7526 лета шестится. Мы будем говорить в живом эфире про самоорганизацию общества и государства с точки... А вот дальше мне хотелось бы, чтобы ты раздавил это, потому что там очень опять интересные у тебя фразы идут. Мне хочется из твоих уст это услышать. Итак, самоорганизация общества и государства с точки... С точки зрения метафизики. Отлично. Это короткое обозначение, оно было длиннее, но мы его посократили по согласованию сторон. Хорошо. Итак, теперь переходим. Я уже не буду тебя пытать, что такое метафизика и что такое там все прилагающееся к этому. Поэтому мы уже неоднократно в эфирах об этом говорили. Хотелось бы уже начать говорить про самоорганизацию общества и государства. Потому что, на мой взгляд, эта тема очень жесткая и очень востребованная. Потому как я так вот чувствую, что славянский мир и Россия, в частности, стоит на таком перепутии, когда уже жить по-старому мы не можем, а вот жить по-новому что-то нам еще пока мешает. И мне бы хотелось от тебя вот это все узнать. Может быть, как-то мы донесем до слушателей, а может быть, и не только слушателей, зрителей, а до каких-то там кругов более высоких, таких, которые там на седьмом небе, которые скажут, елки-палки, вот Вадим ведь правильно говорит. Давай-ка сделаем так. Должен, приступай. Алексей, спасибо. Благодарю точнее. Да, не будем повторяться, но если вопрос у кого-то возникнет, что такое метафизика и по какому способу она изучает мир, я повторюсь, если надо. Значит, по поводу того, почему я эту тему затронул. Перед вами обложка, рабочий макет моей книги, которую не готовы пока издавать издательство. Я нескольким предлагал, но в силу того материала, который там содержится в полном объеме. Скорее всего, я ее выпущу в электронном виде, либо же выпущу в свободное обращение. Примерно в конце мая этого года. Я посмотрю, как у меня там переговоры пройдут с издателем электронной версии. Но отель дальше буду принимать решение. В чем проблема? Есть такой предмет, который преподают нашим детям в школе, называется общество знания. Сам я преподаватель истории, я почитал учебник и понял, что наши дети в беде. В беде находятся и взрослые, потому что вокруг того, как устроено государство, крутится огромное количество людей, которые, ну скажем так, они выдают ложные теории и концепции. На самом деле, все очень просто, если вернуться к естеству. Вот, посмотрим дальше. Васильевич Ключевский выдал на гора такую фразу в свое время, и она являлась ключевой фразой, от которой я начинал копать вглубь веков, понимая, как это должно быть устроено. Государство становится возможным, когда среди населения разбитого на бессвязной части с разобщенным или даже враждебными стремлениями является либо вооруженная сила, подчеркиваю внимание, то есть армия, способная сплотить эти бессвязные части, либо общий интерес достаточно сильный, чтобы добровольно подчинить себе эти разобщенные или враждебные стремления. Это очень важный аспект, и вокруг этого аспекта будет крутиться все мое повествование. Все высшие формы живых существ, а к ним относятся высшие животные, человек организуются по определенному принципу, который вписывается в ту или иную геометрическую фигуру. Собственно говоря, этому процессу подвержены и низшие формы существ, двухмерные, так как двухмерно воспринимающие мир, это насекомые, рыбы и прочее, муравьи. Ну, рассмотрим на примере высших форм, потому что высшая форма – это человек в том числе. Если его не довести до паразитического состояния или до состояния животных. Слева вы видите пирамиду организации волчьей стаи. Значит, пирамида взята, построена, нарисована по книге Криволапчика «Прикладная психология собаки», где он исследовал поведение волков, их устройство в стае. Как видите, на первом месте руководит стаи вожак, потом идут воины, особи особого пола, матери, опекуны, сигнальщики, щенки и инвалиды. То есть волки, которые уже не могут исполнять функции, общественно полезные для стаи. Но, тем не менее, волки своих не бросают. И когда начинаешь изучать высшие животных, то понимаешь, что у них все организовано очень грамотно, правильно и честно. Причем животных это, может, никто не учит. Они обладают заложенным в них потенциалом. И способность к самоорганизации у них заложена изначально. Ну, я придерживаюсь той версии, что когда создатель конструировал те или иные типы живых существ, в них заложены были те или иные черты и качества. Об этом я много писал в своей книге «Метафизика и путь воина». Здесь же, как бы, я этого вопроса особо касаться не буду. Так вот, вы, наверное, уже прочитали там, вверху, как устроено было государство в Древнем Египте с точки зрения советника. Просьба, подвинь, пожалуйста, вот этот черный экранчик, который по скайпу в сторонку, чтобы он не мешал. Все-все-все-все. Вот, вот, благодарю. Продолжай. Как видим, наверху стоит фараон, затем советники и военачальники. Обратите внимание на это ключевое слово. То есть, после фараона сразу стояли воины. Собственно говоря, фараон тоже был воином. Затем идут высшие чиновники, низшие служащие, а дальше египетский народ. Таким образом, мы должны выйти на понимание того, что... И все это называется социальные слои. Сейчас я к этому еще понятию вернусь. То есть, общество, люди формируют пирамиду по системе взаимодействия в зависимости от социальной значимости слоя, которому они принадлежат. Это ключевое понятие, и его нужно усвоить. Нам в 20-х годах прошлого века вбивали, что есть такое понятие, как классы. Классы. Классы – это узкое специализированное понятие, которое вырывает из контекста всех сторон жизни человека. То есть, классы – это общественно большие группы людей, разрешающие по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли общественной организации труда, а следовательно, по способам получения размером той доли общественного богатства, которой они располагают. В и Ленин. То есть, рассматривается только экономическая сторона жизни. А как же другие стороны? И вот в рамке этой теории нас загоняли в 20-х годов, это 80 лет, и в новом учебнике по обществу знанию эта теория также продвигается, ненавязчиво уже, правда, но вместе с теорией зато гражданина Фрейда. А гражданин Фрейд, кто не знает, это был сумасшедший, который состоял в сексуальной связи со своей дочерью, и вся Вена об этом знала. Кому какое дело, собственно говоря, до этого. Так вот. Нужно понимать, что государство – это механизм. И государство – это производное от деятельности народа. Не всякий народ способен создать государство, но об этом мы поговорим. Следующая передача, которая, возможно, состоится 8 мая. Сейчас же вот прочитайте то, что высвечено на экране. И поймите следующее, государство вторично, народ первичен. Нет народа – нет государства. Нет механизма государства, нет экономики, остается только земля. Нам же как вбивают в головы. И, собственно говоря, я это отношу к тому, что те, кто говорит, не понимают значения того, что государство – это машина. Люди говорят, вот, государство меня обидело, государство должно то, государство должно это. Да ничего оно не должно, это механизм. Это все равно, что вы будете обвинять стол или свою машину, на которой вы передвигаетесь, в том, что она совершила какие-то неправильные действия. Действия эти совершаете вы, либо какой-то человек, который занимает ту или иную должность в том или ином государственном учреждении. Так вот, государство – это машина. Человек строит вещи и взаимоотношения между другими слоями по своему принципу и подобию. Подобие имеется в виду взаимоотношения органов в человеческом теле. И государство, по сути, это тело, а народ – это душа, которая это тело оживляет. Взаимосвязь души и тела, опять обращаю внимание, это моя книга «Метафизика и путь воина». А сейчас поговорим немножко о том, чем социальные слои отличаются от классов. Социальный слой – группа людей, выделяемая на основании некоторых общих признаков, например, квалифицированные рабочие, пенсионеры и так далее. Любая общность и народ состоит именно из слоев, а не из классов. Это нужно понять. И эти слои распределяются в пирамиду по степени важности, социальной значимости функции, которую исполняет человек и слой для жизнедеятельности всего народа. В основе принадлежности к тому или иному социальному слою лежат следующие качества. Это качество души человека, характер, мировоззрение, мировосприятие, мироотношение, сила ума и принадлежность к той или иной профессии. В конце концов, если разобраться по жизни, мы выбираем свой род занятий, руководствуясь внутренними предпочтениями. Часто, конечно, в наше время бывает печально, что человек хочет заниматься чем-то, но не получается. Тогда он выбирает нечто близко лежащее. А когда выбирать не приходится, то уже тогда приходится заниматься нелюбимой работой. И это тоже сплошь и рядом, но отсюда куча неудовлетворенных людей и, соответственно, результат работы. Так вот, если мы посмотрим, как распределяются слои по степени значимости и важности выполняемой функции. Общественно значимой. Ну, посмотрим на следующих примерах. Сейчас, секунду. На первом месте стоит функция защиты. Это в обязательном порядке. Ее выполняли князь и дружина. В какой-то момент общество ее выполняли все люди. Это когда объедены были только несколько родов. Выражаясь современным языком на уровне одной деревни или маленького райцентра. Дальше идет наука, образование, ее сектор направлено на обеспечение функций защиты. Экономическое развитие, в первую очередь, направлено на обеспечение функций защиты. Функция управления, она стоит на четвертом месте. Обеспечение взаимодействия, координация всех экономических структур. Ну, и дальше иная деятельность не связана напрямую с функцией защиты. Там пекари, актеры всякие. Кстати, актеров до 19 века вместе с проститутками запрещалось хоронить на территории церкви только за пределами. По крайней мере, в некоторых странах Востока. И они считались нерукоподаваемыми людьми. Почему? Потому что считалось, что это профессия... Сбивает народ с ясного видения мира и уводит его в сторону от правильного мировосприятия. Теперь нужно рассмотреть, почему на первом месте стоит функция защиты. И именно социальный слой воинов должен стоять на первом месте в социальной пирамиде. Давайте представим так. Вы, мы, живем в каком-то отдаленном месте, в лесу. Километров за 20 есть такое же племя. У нас есть несколько светлых голов, которые там, допустим, научились лучше выращивать зерновые. Создали хорошие средства для производства. Мы произвели большой урожай. А ребята из соседней деревни сильные, моленивые. Им проще пойти и все у нас отобрали. Поэтому получается, что наука, образование и экономика не могут стоять на первом месте. В любом случае нам нужно защитить то, что мы произвели. Почему наука, образование стоит на втором месте в значимости функций? Потому что, если мы посмотрим на современное время, сейчас идет соревнование именно в высокотехнологичном секторе. В том числе и в военной области. Там гиперзвуковое оружие и прочие виды оружия, которые требуют мобилизации всех государственных ресурсов. И, соответственно, мобилизации всех светлых умов. Экономическое развитие – это экономика и финансы – это кровь экономики. И, забегая вперед, скажу. Если, представьте, деньги – это кровь экономики. Точнее так. А Центральный банк – это сердце экономики, сердце государства. Если вы передаете сердце в управление какому-то левому дяде, то этот дядя ваше сердце пережимает. Что на выходе происходит? А на выходе происходит экономический кризис. А если вы таких сердец образовали много, как вот сейчас у нас происходит в государстве, соответственно, непонятные дяди оперируют нашей кровеносной системой в теле государства. И государство по определению не может быть здоровым. Пока кровеносная система не будет сосредоточена в одном месте, через Центральный банк, чтобы она осуществлялась. Независимый от третьих лиц, находящихся за пределами границ России. В свое время это сделал Сталин после войны. И результат те, кто постарше, могут помнить. У нас не было кризиса, в то время как в мире кризисы бушевали. Почему бушевали кризисы в мире, а у нас не бушевали. Ну, кто интересуется, нужно прочитать работу Генри Форда «Важнейшая проблема мира». Теперь, вы уже, наверное, прочитали внизу определение социального слоя паразита. Это группы лиц, которые появлялись в обществе и ничего не делали, либо это отдельные лица, ничего не делали, не выполняли функцию, точнее, которая приносила бы пользу другим членам общества. Когда технологии были не развиты, появление социальных паразитов практически было невозможно. И примерно до 19 века был только один социальный слой паразит – это религиозные деятели. Причем нам же вешали на уши лапшу, когда читали курс лекций в школе по истории. И сейчас я вижу, что религия заменила жрецов древности. Дескать, все равно, это одно и то же. Нет, это не все равно, и это не одно и то же. Об этом можно сравнить хотя бы потому, что сейчас у народов Севера, у народов Африки и так далее, то есть у малых народов коренных сохранились шаманы. Если бы шаман не выполнял социально значимую для общества функцию, он бы уже давно отмер и отмер. Но в любом случае они прекратили свою жизнедеятельность, потому что любое общество, которое хочет выжить, отметает социальных паразитов, либо смещает их в самый низ. Социальные пирамиды ниже в слое, вот пять, как на рисунке мне показано, в самом низу они там барахтаются. В Древней Руси это были холопы и подлые люди, так называемые. В любых других странах и государствах такие люди тоже были. В Японии это были сэмины, так называемых, это было несколько категорий. В Индии это была каста неприкасаемых и так далее. Выполняли люди самую грязную, неквалифицированную работу. Работа не передавалась по наследству. Ну и собственно говоря, пути наверх у них не было. В чем была проблема древних обществ? На определенном этапе, когда начал развиваться технический прогресс, стали появляться прослойки социальных паразитов. По паразитированию такого института, как религия и церковь, можно прочитать спокойно отдельную лекцию. Потому что этот вопрос не очень-то исследован. Если вы хотите посмотреть, откуда ножки растут первого социального слоя паразита, вам нужно прочитать книгу Дуглосарида «Спор о Сионе». И все тогда станет понятно. В некоторых странах свободной Европы эта книжка запрещена. У нас в России пока еще продается. Спешите купить, пока не поздно. Так вот, шаманы и жрецы древности, что могли делать? Ну вот по определениям, которые можете найти спокойно в интернете. Во-первых, они могли лечить. Обязательно. Предсказывали. В некоторых случаях могли управлять погодой и так далее. То есть выполняли функции глубинной разведки. Вот как сейчас радиолокационные станции, спутники и так далее. Можно так сказать. И в отличие от церковников, жрец, жрецом, точнее, или шаманом не мог стать абы кто. Всегда этот процесс сопровождался тем, что шаман долго подбирал себе преемника, у которого были соответствующие качества души, позволившие бы молодому человеку научиться и получить те знания, которые шаман ему передавал и которым он обучал. Это все очень непросто. Это как раз та самая метафизика. Это часть науки. Ну, как бы, есть такое затасканное слово магия. Вот магические обряды и ритуалы – это часть метафизики. Вы можете в этом сомневаться, вы можете в этом не верить. Дело в том, что я живу в такой области, куда ссылал Петр Первый колдунов и проституток много в свое время. И проживая среди вот этих людей, не брезгующих колдовскими обрядами, я очень много для себя почерпнул интересных моментов. И самое главное, я знаю, что это работает, потому что я видел, как это работает. И знаю принципы. Некоторые принципы я описал. Я описываю в своих книгах, потому что как бы магия работает силами природы. И что это такое? Это практически технологический процесс, который нужно знать, как правильно сделать. И также надо знать, как его сделать в той или иной среду. И ладно, это я отвлекся, а то сейчас плыву не туда. Так вот, по социальному слою паразиту. Долгое время военный, социальный слой воинов, находился на вершине пирамиды. Потому что проблема в чем? Передача власти и принадлежность к слою осуществлялась, как правило, по наследству. И этот принцип, он с одной стороны был правильным, потому что... А не было никаких вариантов решения проблемы. Старший воин, главный воин, князь, должен был передать власть кому? Ну, понимаем, у него объект сын. Зачастую сын мог не соответствовать качествам, которые есть у воина. Потому что мальчик берет вибрации рода матери. А не факт, что отсюда выйдет хороший воин. Пример Николай II. При своем гениальном отце Александре III этот гражданин ухитрился великую державу, но пустить в пыль. И свою семью пустил в пыль, и жизнь свою. Вот пример из недавней истории, когда передача власти по наследству, должности и так далее, приводит к краху всей системы, к смерти тела практически. Потому что систему, которую возродили с 20-х годов, она выстроена уже совсем другим образом. Сейчас к этому перейдем. Примеры самоорганизации общества на территории России. Это казачья община и крестьянская община. Почти одно и то же, но есть небольшие отличия. Казаки практически крестьяне-воины. Есть разные определения на этот счет. Я придерживаюсь с такой точки зрения. Откуда придерживаюсь? Во-первых, по литературе. Во-вторых, у меня друг, он из древнего очень казацкого рода. Ну, по крайней мере, 300 лет своей родословной. По реестровым книгам он вычислен. Его предки основали город Невиномыск в Старопольском крае. Поэтому я от него очень много подчеркнул интересного, скажем так, из первых уст. И для меня он является большим авторитетом. Ну, потому что этот род придерживается именно тех древних традиций славянских, которые, ну, выполняются, скажем так, автоматически, неосознанно. Подбор детей для заключения брачных союзов – это не абы как и не столько по принципу богатства, сколько по внутренним душевным качествам. И хорошо, что такие у нас еще люди есть. И, собственно говоря, на них-то вся и надежда, потому что это наиболее, на мой взгляд, чистая линия передачи именно славянских родовых вибраций. В интернете тут вычиталось сейчас недавно, что вроде как подан закон о легализации казачества. Но они там названы отдельным народом. Это абсолютно неправильно. И, собственно говоря, это часть закона подрывная, направленная, я так полагаю, на то, чтобы создать очередную прослойку людей, которые бы посчитали себя… То есть оторвать эту прослойку, которая себя относит именно к казакам, оторвать от остальной части коренных, больших, малых и средних народов России. Потому что язык русский, обычаи, все русские, что отличало, допустим, казаков, крестьян от общинников, крестьян, которые сидели на месте. Черты характера, качества души – это люди с ярко выраженным чувством собственного достоинства, очень дельные и, собственно говоря, заточены под войну. Но в отличие от кочевых народов, эти люди привыкли работать на земле и, в первую очередь, они осуществляли функцию защиты окраинных рубежей России. Ну и, естественно, наиболее, скажем так, отчаянные продвигались вглубь, осваивая новые земли и так далее. Но вы эту историю все знаете, не имеет смысла ее повторять. В этом отношении интересен такой исторический эпизод. Тут только я не помню, по-моему, про Александре I он произошел, когда был введен отдельным положением форма обращения дворян к казакам. Произошел как-то инцидент, по-моему, при освоении Кавказа. Ну, суть в чем, дворянин обратился к казаку примерно так, «Эй, ты, иди сюда». В ответ был очень жестоко избит. И после этого было указано высочайшим царским повелением обращаться к казакам голубчик, по-моему, уважаемый, то есть вежливо. Потому что вроде как дворяне по чину, как военное сословие, стояли выше, но тем не менее казаки были поставлены по социальному статусу примерно сразу после дворянства во всей этой социальной иерархии. Мы не будем рассматривать, я не буду, точнее, рассматривать вот эти все исторические нюансы и перипетии, которые там существовали между слоями. Нужно понять общие функции, общий принцип функционирования механизма. Вот они перед вами. На экране сейчас там дальше поклацаю. Это исторически сложившаяся, правильная, выстроенная структура. Ее минусы еще раз напоминаю. Передача власти по наследству, родовитость по русским местничеству. Что такое местничество? Это передача должностей и званий в зависимости от принадлежности к тому или иному богатому роду. Такие проблемы в России возникали периодически при Иване Васильевиче Грозном. Он с этой проблемой боролся через Запричнину, в том числе с боярским сепаратизмом, ну и вот с этими тупыми детьми сановных родителей. Потом эту проблему решал Петр Первый. А потом, в 1917 году, все это закончилось крахом. Потому что у нас возникли военные олигархи. Это вот высшая верхушка дворянства, которая оторвалась от исполнения функции защиты. Собственно говоря, они забыли свое предназначение. А нахправисходило это постепенно. Если при Петре Первом дворянское звание мог получить военность, то есть принадлежность к военному сословию мог получить практически любой, то сразу после его смерти эта программа резко стала сворачиваться. И при Екатерине уже дворянские дети при рождении получали военное звание. А потом вот эти недалекие люди добились того, чтобы их дети вообще могли не служить. Но принадлежность к слою они имели. И вот эта проблема, наряду со всеми другими, которые накапливались в конце концов в 1917 году, привела к тому, что не оказалось в среде военного сословия того костяка, который бы объединил людей для противостояния той внешней силы, которая разваливала страну изнутри, воспользовавшись моментами и организовав Первую мировую войну. В государственном механизме есть четыре основных задачи, которые должно выполнять первое лицо, в том числе укрепление обороны, развитие науки образования. Это я там специально про метафизическое прописал. Я могу пояснить, что это такое. Это как раз то, о чём я пишу в своей книге «Метафизика и путь воина». Это как бы часть философии и та часть сведений о мире, которые опускает современная материалистическая наука. Ну и, естественно, марксистско-ленинская, которые пичкались с 20-х годов до развала СССР, организованного группой лиц. Собственно говоря, это делает людей слепыми. Четвёртая задача – организация системы управления страной, кадровая политика. Это вот четыре грани пирамиды, которые удерживают всё вместе, наряду с функцией управления, от развала. Может возникнуть вопрос, функция управления главнее всех, поэтому её надо поставить на первое место, и чиновников тоже. Ничего подобного. Управление – это часть процесса. Если мы сравним с телом человека, то управление – это нервная система. А нервы распределены по всему телу. И не могут нервные окончания доминировать над головным мозгом. А мозг, как известно, состоит из двух половинок. Там в конце слайда покажу эту картиночку, как это выглядит, с моей точки зрения. Поэтому управление страной – это и все чиновники. Это как раз промежуточные извеяния. Те самые винтики, о которых говорил Василий Виссарионович Сталин. А те ребята, которые потом говорят, что он говорил о всём народе, я полагаю, что эту фразу переврали. Но, может быть, неправильно поняли. Неважно. Суть в том, что чиновник – это тот самый винтик, который обязан передать команду туда, кому она предназначается. У нас же сплошь и рядом получается, что вот эти ребята, которые сидят, начинают придумывать правила, которых не должно быть и так далее. Почему? Мы об этом чуть подальше. Если первое лицо не делает вот эти четыре задачи, не выполняет, то, соответственно, оно со своими задачами, как первое лицо, не справляется. И всё это приведёт к перекосу пирамиды. То есть перекосу государства, как машины, которые выстроены в форме пирамиды. Ну и, естественно, к развалу государства. Поэтому, во все века первое лицо отвечает за все вот эти действия, связанные с выполнением вот этих четырёх задач. Мне там некоторые мои друзья, с которыми я спорю из военных, в том числе, говорят, «А вот, первое лицо должно выполнять только внешнюю политику». Да ну, ребята, для этого есть Министерство странных дел, в том числе, которое должно относиться к военному ведомству. А у нас сейчас оно наполнено весьма странными гражданскими людьми, которые ведут себя странно. Ну, в общем, 300 килограмм кокаина – это вот самое главное достижение нашей дипломатии, которое только можно себе представить. Во времена Иосифа Виссарионовича вообще такое сложно представить. А во времена царской России, извините, все дипломаты – это были представители военного сословия. Которые достигали значительных успехов в укреплении международных связей. У меня курсовая работа на третьем курсе была, я её сам взял, начало причины Первой мировой войны. Так вот, оказывается, что благодаря действиям наших дипломатов из среды военного сословия, Россия получила стратегические позиции без введения каких-либо боевых действий в Ираке, в Иране. Начало подбираться к Индии, ну и на Дальнем Востоке, она там чуть дальше туда. И, кстати, в Афганистан мы тогда вошли без всяких боевых действий. Вот когда наши начали подбираться к Индии, это послужило одной из причин, по которой была организована Первая мировая война. Потому что там ушки Англии, когда начинаешь сравнивать, они видны невооружённым глазом, а никакая не Германия. Это была очень долгая комбинация, но об этом тоже когда-нибудь потом. Просто поинтересуйтесь ради интереса. Нам рассказывают ложную вещь в истории, а даже если недалеко ковырять в документы, просто анализировать, положить их между собой. Как Германия могла напасть на Россию, если 70% капитала инвестировано в Россию, это был немецкий капитал. Я сейчас цифры называю примерно, потому что не помню, сколько лет уже прошло, но не меньше 70%. Это работа ещё советских историков, я всё брал из-за открытых источников, за которыми, потому что если в Ленинку ехать, тогда сложно было. В 80-е годы были и так далее. Ну и даже изучение этих всех работ, открытых, выполненных другими профессиональными историками, со всеми этими натяжками, которые там были в советское время, позволяло сделать вот такие выводы. Но они не укладывались в марсистско-ленинскую концепцию. Мне повезло, я в перестроечное время работу писал, поэтому мне за неё петь поставили. И вот дела. Теперь разберём следующее понятие, которое у нас часто, так же, как наряду с термином «государство», они этим путают, что такое элита. Вот, прочитайте наверху, и есть два понятия. То, которое преподается в вузах, и то, что значит это слово на самом деле. В переводе с французского элита – это лучший по качествам. Такое же определение давал Дай в своём толковом словаре. А качество – это наличие существенных признаков, особенности, отличающих один предмет или явление от других. Так вот, опять возвращаясь к казакам и крестьянам. Воинов, тружеников отличало от других тружеников наличие некоторых качеств, которые не позволяли им клавиться в пояс тем господам из военного сослода, которые считали себя хозяинами всего и сия, а в то же время они уже вырождались. В то время территория России позволяла уходить от некоторых проблем, селиться на окраинах и самоорганизовываться таким образом, чтобы выполнять функцию защиты и в то же время не кланяться вот этим, начавшим вырождаться представителям дворянского военного сослода. Там же казачья община, там самоорганизация серьёзная была, то есть атаман выборный. Вот казачья община повторяет ту самоорганизацию славян, которая осуществлялась в так называемый период военной демократии. Вот у казаков была та самая военная демократия. Атаман был выборный, он имел единственную привилегию, шёл первым в бой. Других привилегий у него не было. Казаки очень щепетильно относились к проникновению в свою среду пришлых людей. Чтобы стать казаком, нужно было очень постараться это доказать, чтобы тебя приняли. Не факт, что примут. Через осуществление определённых воинских качеств и так далее. На случай гибели атамана были предусмотрены люди-заместители. А всю остальную работу атаман, так как и князь в своё время на первом этапе становления, развития государственности, выполняли вместе со всеми. Даже когда началось уже расслоение в казачьей среде, тем не менее вопрос о равенстве, потому что они были все одного сословия, одного слоя, одного круга воин и круг воина, он ничем не отличался от всех остальных. Даже несмотря на то, что у него было много денег, к примеру. И он как бы в финансовом положении был выше своих жителей, своей общины, скажем так. Меня, например, мой друг этот момент рассказывал таким образом, что когда в России начали происходить события, которые называют гражданской войной, но я с этим термином не вполне согласен, там, скорее всего, была война захватническая, сопровождавшаяся элементами гражданской войны, то его дед роздал честно всем своим казакам, каждому причитающуюся долю поровну, ну и было принято решение остаться здесь на территории России, не уходить и не воевать с этими, потому что, ну, прикинули шансы, шансы были такие, что убьют всех. Ну, по крайней мере, сохранили род, сохранили генофонд, который, ну, позволит страну, я надеюсь, восстановить до того состояния, до какого рана должна восстановиться, именно по качествам души. А другой дед, тоже атаман, решили воевать. Вот они, последнее было выступление, 300 человек бились против 5000. Погибли практически все. Поэтому осуждать тут сложно людей, каждый выбирал свою дорогу, я просто к тому, что все были в этом отношении равны. Есть, конечно, и назначенные атаманы, были вот в последние годы уже, читал там в Новочеркасском дворце, когда атаманском был, последний атаман был уже назначен, а не выбран. Ну, вот это плохо. И, понимаете, как? Я этот закон еще не читал, только некоторые отдельные его комментарии слышал. Если казачество отойдет от принципа допуска в свою среду на основании реестровых записей, то есть предки должны принадлежать казацкому роду, то эта среда наводнится всякими алкоголиками, новоделами, которые ходят, пластмассовыми медальками звенят, неизвестно в каких боях полученными, которые вместе с сотрудниками милиции, я не люблю слово полиция, потому я так буду говорить, задерживают алкашей на площадях. Это не казацкое дело. Этот закон еще посчитаю, мне это интересно, посмотреть, во что хотят извратить казачество. Но еще раз говорю, если они из своей среды не вычистят вот этих всех прилипал левых, то наше казачество будет деградировать, и ничего хорошего в дальнейшем не произойдет. Еще раз повторюсь, что это военное сословие с особым укладом, с способностью к правильной славянской самоорганизации. Эти люди должны иметь свое оружие. А оружие им никто не даст в постоянное владение. А этого надо добиваться. Потому что оружие дает человеку силу, ту самую силу, которой все боятся. Ведь разоружили, собственно говоря, казачество и все остальные социальные слои после переворота 1917 года. Для чего? Ну, потому что к власти пришли люди, которые по своему мировоззрению и по качествам своей души либо поднялись с самых низов, со дна, ну, либо не являлись вообще коренным народом, большим, малым или средним, которые проживали на территории Российской империи. Вот как это происходило. Это тот тип, которым у нас подталкивают отношения сейчас. Это произошло на Украине в 2014 году. Я же здесь построил модель того, как это происходило в 1917 году. Была вот эта идея демократии и всеобщего всенародного управления, она начала внедряться в общественное сознание в разных странах 200 лет назад. Великая французская революция и так далее, и понеслось. Но долгое время не получалось повсеместно это ввести. Для этого организовали Первую мировую войну. Главное достоинство Первой мировой войны, в кавычках, развалили четыре империи. Австро-Венгерская, Германская, Атаманская и Российская. Везде во главе было военное сословие. Вот там везде военное сословие заменили чиновниками и народными представителями. И сверху поставили аппарат подавления. Для чего поставили сверху аппарат подавления? Ну, в России, кстати, это было ВЧК. А для того, чтобы контролировать военное сословие, промывать ему мозги и выработать у военного сословия, у людей, которые в это сословие приходят, привычку подчиняться гражданским лицам. Которые на это раньше прав никаких не имели. Почему? Ну, потому что чиновник выполняет функцию передаточную и ни в коем случае не функцию защиты. Я так само все плавно намекаю, что военные имеют право на власть и право на управление, участие в управлении страной. Они этого не делают. Но мы сейчас к этому плавно подойдем. Если в советское время, после войны, военные частично участвовали в управлении страной, потому что членами Политбюро, это номенклатура, но они там были, военные присутствовали, то после того, как Горбачев и компания развалили, он не один же это разваливал, там целая большая куча их там была. Когда они начали разваливать, собственно говоря, военные отошли по правилам, участие в политических процессах, ну, на выходе за свою социальную инфантильность и социальную импотентность, социальную импотенцию, получили первую, вторую чеченскую кампанию и дальше. Почему внедрять стали идею, кстати, параллельно стали внедрять идею, что военных нужно от власти отстранять, потому что они разжигают войны. Но, если вы внимательно посмотрите на то, кто на самом деле разжигает войны, вы там не увидите военных. Почему? Потому что военные знают, что им кровь придется проливать, и цену они войне знают на самом-то деле. Еще раз говорю, вся российская дипломатия состояла из военного сословия. Это были очень образованные люди, которые стремились все вопросы решать мирным путем. А теперь, вот даже, скажем так, за последние полгода вы посмотрите, промониторите интернет, и почитайте. Америка готовится сделать то, Америка готовится сделать это. Всерьез обсуждаются вопросы, а переживет ли Россия ядерную войну. Сразу говорю, не переживет, и я говорю, что мы к войне не готовы. Сейчас еще этот вопрос затрону. Извините, затрону сейчас чуть-чуть боком зимнюю вишню, но мы к крупным пожарам не готовы. К ежегодным паводкам не готовы. А смеют вякать о том, что мы готовы к войне. Я вспоминаю, когда вот это все говорят. Ну, во-первых, письма своего деда. Кстати, полют руком был, который добровольцем пошел. С Дальнего Востока и погиб под Смоленском. Я его письма читал. Вот мы пойдем, то до сего, а пошли. А когда открываешь, есть такой сайт, очень интересный, Варальбом. Там фотографии техники нашей разбитой. И когда кричат, мы к войне были не готовы, я не знаю. У немцев самый лучший танк был ПЗ-3. А у нас КВ-1, 2-е, 34-ки на тот момент тоже были. БТ-26 и так далее. Ну, не самые плохие танки по сравнению с тем сбродом, который был у немцев. И все это лежит в кюветах разбомбленные. Разбомбленные колонны, техники моторизованные. Фулеметы на полуторках стоят и так далее. Через переправы, куча трупов и так далее. Это все сейчас стало открытым. В открытом доступе. Бери, смотри, анализируй. Я другой хотел пример привести для этих Крикунов, которые к войне готовы. В 1896 году на вооружение флота был принят новый бронебойный снаряд. Да, он был лучшим в мире. Когда отправляли эскадру на Цусиму, броненосцы оснастили этими снарядами. Есть такая хорошая статья, называется «Четверть часа в конце адмиральской карьеры». Я вам рекомендую просто почитать. Но в двух словах суть в чем. Там автор, сам военный моряк, делает вывод такой, что Рождественский переиграл адмирала Тога, тактически заставив эскадру на 15, по-моему, минут развернуться бортами к нашей эскадре. И наша эскадра первой дала залп. Итоги залпа. Самые лучшие в мире снаряды пробивали два борта японских броненосцев и взрывались за их пределами. Потому что там какие-то дебилы поставили трубки с замедлителями. Ну, такими, которые не были рассчитаны на те широты. А японцы, оправившись от этих выстрелов, накрыли нашу эскадру шимозой. Но последствия все знают. Впоследствии эти ребята из Адмиралтейства, которые штаны там протирали, свалили все на Рождественского. И он умер, к сожалению, покрытый весь позором. Хотя, в общем-то, был не самый плохой адмирал. Такие дела. И вспоминая недавний скандал с падением ракеты, когда впоследствии стали выяснять, какие-то поганые менеджеры заменили дорогостоящие запчасти из драгоценных металлов более дешевыми компонентами. Ракета упала. Дорогое изделие со спутником. Вот где гарантии, что боевые ракеты так не упадут. Раньше существовал институт военной приемки. Независимый от всех остальных производителей, которые делали то или иное военные изделия. Они подчинялись напрямую Министерству обороны. И имели прямой выход непосредственно на заместителей, которые курировали вопросы производства тех или иных изделий. Они не подчинялись ни директору, и директор им в пояс кланялся. И туда подбирали людей, которые оббраковывали любую партию товара. В советское время директор за это мог поплатиться партийным билетом, карьерой и так далее. Поэтому все это делалось очень строго. Отсюда качество советской военной техники в своей массе. Сейчас этого нет. Большинство предприятий оборонного комплекса управляются неизвестными частными гражданскими лицами. Все эти менеджеры поганы. И экономят где только можно. Ну и естественно завышают цены на изделия. Если раньше ставилась во главу угла задача соответствие цены и качества и эффективности изделия, то сейчас примерно очень скоро мы придем к американскому варианту. Где один истребитель будет стоить 1 триллион. Ну и он никаких функций иметь не будет. Это просто вопрос времени. Ура, патриотический угар, не впадайте. Просто посмотрите, кого проводят во власть на предприятия, в руководящий состав. Это люди, которые не работали ни дня на заводе. Это люди, которые не прошли вот ту ступеньку, лестницу точнее, карьерную, в которой каждый шаг повышал квалификацию человека. Откуда это все взял Иосиф Виссарионович Сталин? Да и с царской системы. Эта вся система использовалась в Российской империи. Он ничего не изобрел. Он ее просто слегка усовершенствовал и приспособил под советские реалии, когда он утвердился во власть. Я считаю, что это дата 1935 год. Связано с изгнанием Лейбы Бронштейна Троцкого. И потом в 1940, по-моему, его грохнули ледорубом. Кстати, это был метафизический аспект, акт. Потому что демона можно убить только железом. Поэтому был использован ледоруб. А Лейбу не просто так называли демоном революции. Так вот, возвращаясь к пирамиде. Если наступает социальный взрыв, а это как раз вот с пятой слой в первую очередь возмущается, когда все люди выходят на улицу и начинают крушить все подряд, то обязательно за этими всеми делами находятся те ребята, которые это все финансируют. Еще раз напоминаю Украину. Вспомните и станет вам все понятно. Все знают, что там происходит. Что коренное население, вернее, часть коренного населения из славян оттуда выдавливается всеми способами, из-за чего пошел весь замес на территории Донецкой и Луганской республик, где основным языком был русский. И почему там доминируют именно выходцы из западных губерний бывшей России. Это связано с созданием и реализацией проекта «Новая Хазария», я считаю. Можно согласиться, можно нет. Вы в интернете наберите это словосочетание и посмотрите, что там происходит. И, кстати, еще такую вещь на сайте Эдуарда Ходоса, у него есть замечательный ролик «За что убили Мозгового». Алексей Мозговой пытался договориться с украинскими военными о том, чтобы повернуть штыки на Киев. Через две или три недели после этого переговора Алексей погиб. Как еще два командира, которые пытались сделать то же самое. Вот та сила, которая сидит на Украине там наверху, она использует тот самый аппарат подавления для того, чтобы подавлять в первую очередь военное сословие. Вот это там вся эта заваруха с Надей Савченко и так далее. Это репетиция сценария к большой чистке. Возможно, когда репетиция. Потому что среди тех, кто сидит в полях и стреляет по территории Новороссии, по людям, которые там живут, ну, тоже растет недовольство, потому что, ну, почему они должны погибать, а какие-то скоты только богатеть. Это со временем приведет к тому, что эти люди рано или поздно все равно задумываются и повернут в свои штыки против власти в Киеве. Вот чтобы этого не случилось, отрабатываются все эти сценарии. Поэтому я противник таких всенародных выступлений. Но это не значит, что не надо протестовать. У нас нет других вариантов, но в то же время надо готовиться к большим и печальным событиям. Если те, кто наверху находится, в том числе в среде военного сословия, не осознают эти простые вещи, то лет через пять нас ждет украинский вариант. Можете со мной не соглашаться, можете нет, но 20 миллионов людей, живущих за чертой бедности, а это пятая часть населения страны, так по большому счету, это серьезный звонок и это жидкий фундамент. Потому что народ, пятый вот этот слой, это фундамент всей пирамиды. Вот если сравним государство машину с домом, то пятый слой, это фундамент, на котором стоит эта машина. Как только фундамент приходит в движение, трескается, вся машина разваливается. Сопровождается так громадными людскими потери, потери, утратой самостоятельности, ну и так далее. Окупацией уже прямой, а не скрытой территории. И никакие ядерные ракеты в этом не помогут. Не помогут. Собственно говоря, для чего вся эта ситуация расшатывается, это мое личное мнение. А вот как раз для того, чтобы привести народ в движение. Как захватить страну, которая обладает ядерным потенциалом, который создавали с 40-х годов? Ну, только через организацию локальных войн на границе, через разжижение фундамента, внесение различных идей в широкие слои населения, которые бы приводили к тому, что, скажем так, круши все подряд. Я не говорю к тому, что власть надо менять. Власть надо менять. Если там первое лицо не додумывается о том, что, к чему приведет его правление, ну, скоро мы увидим этот результат. У нас есть очень серьезный фактор, которого нет у Америки. Сейчас еще забегая вперед, скажу, Россию выстраивают по подобию Соединенных Штатов Америки. То есть, когда присутствует внешний жесткий каркас пирамиды машины, но в каждой области создается подобие своего мини-государства. Для чего это нужно? Чтобы у тех, кого вроде как называют элиты, а на самом деле это просто правящая верхушка, тот слой социальный паразит, который получает доминирование благодаря эксплуатации природных ресурсов и расхищению бюджетных средств, ну, укрепился в мысли, что они что-то могут значить как самостоятельные государственные единицы. У некоторых регионов есть свои представительства в Москве наподобие посольств. Это плохой знак. В каждой области еще 10 лет назад было допущено создание своих законов. Но это все равно как глобус Татарстана, к примеру. И так далее. В советское время это не допускалось, естественно, была вертикаль законодательных... Законодательная вертикаль и никакая область, никакой закон издавать не могла. Только внутренние акты, которые не должны были противоречить нормам закону. Сейчас вроде как это положение сохраняется, но, понимаете, когда дали право издавать законы, то хорона начала расти. И вот наглядный пример с гражданином Шаймиевым. Он ведь просил прощения не у народа, а у верховного барина, который приехал. Вот что мерзко-то. Еще один пример затрону именно сейчас тем, кто кричит, адресуя, что мы готовы к войне. Есть такая штука, как мобилизационный план. Немножко скажу то, что можно говорить, скажем так. Разрабатывают мобилизационные планы организация под названием ГУСП, Главное управление специальных программ при президенте Российской Федерации. В каждой области, крае и городе, районном и областном, имеется мобилизационный отдел. Там у людей, там работают только подставные военные, имеются чемоданчики и инструкции, как действовать на случай войны для решения мобилизационных вопросов. Такие же инструкции есть у всех руководящих лиц первых административного аппарата. Я по своему городу и области могу сказать, что никто из них эти инструкции не читал. А теперь представьте ситуацию, что это вам не пожар в торговом центре, такой страшный, а старт ракет, а будет именно так, в самом плохом раскладе событий. Эти люди первые побегут в бомбоубежище, они не знают, что делать. И самое главное, у них не возникает мысли, что их расстреляют, потому что время начинается военное. У них не возникает этой мысли. А что значит результат их бездействия в первые часы с момента введения военного положения? Ну, короче, нам не получится повторить то, что сделал Иосиф Виссарионович со своей командой, когда в первые месяцы войны экстренно эвакуировали целые заводы на Урал, и там создали для них производственную базу с нуля. Это колоссальный труд, который, к сожалению, в учебниках по истории, но как-то найти очень мало, он обходит, а детям эти вещи надо объяснять. Потому что с нуля выкопать грунт, фундаменты заложить зимой и наладить выпуск танков на ровном месте в поле, вывезя все из-под бомбежек, из-под острела. Ну, просто представьте, как это реализовать, и вы поймете, что это сверхгигантская была задача. Он ее выполнил. А нынешние не выполнят. Потому что, кроме как зарабатывание денег и вылизывание ботинок вышестоящему начальству, эти ребята ничего не умеют. Так вот, 17-й год привел во власть большое количество подлых людей, которые в лучшие годы существования империи тянули бы баржи по Волге, там ассинизаторами бы работали и так далее. Но время и определенные события и определенные целенаправленные действия тех, кто организовывал переворот, позволили вот таким людям прийти во власть. И, собственно говоря, это положение закрепилось до настоящего времени, и у нас аппарат подавления и чиновники сидят на самом верху государственной пирамиды. Это позволяет им бесконтрольно наживаться и приводить во власть своих детей. Это вот сейчас вариант местничества, ну, версии 21-го века. Что собой представляют эти люди? Как работала система антиотбора? Да, вот как это было, и вот кого привели во власть. Назывался этот социальный слой-паразит номенклатура. Какое-то время часть этого слоя паразитические функции не выполняла, то есть она свою распорядительную работу выполняла во времена Иосифа Виссарионовича Сталина. А впоследствии эти ребята начали вырождаться. Почему? Кадры, которые он подобрал, потихоньку, естественно, вымерли, оставили после себя преемников. Но дело в том, что работала система антиотбора в масштабах государства. Что это была за система? Она очень простая. Может быть, некоторые в меня камень кинут. Но тем не менее, вот как в масштабах страны организовать, найти людей с определенными качествами. Для этого нужно создать ряд организаций за счет государства, в которых бы с детства постепенно, как моют золото, вымывались люди с определенными качествами. Система антиотбора ее называют. Октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Почему именно так? Ну, вот смотрите, я свое детство вспоминаю. Октябрята. Ну, звездочки носили, какие-то стенгазеты. Ключевое слово выполнения стенгазет. Я, сколько помню, у нас всегда стенгазеты рисовали мальчики и девочки, которые крутились около училки постоянно. Все остальные ребята стремились там на улицу. У нас куча своих дел было. А эти оставались. Ну, хорошо, оставались. Дальше пионеры. Количество организаций, действий мероприятий, заорганизованных, увеличивается. Наряду с хорошими мероприятиями, сразу скажу, что все помнят. Походы, пионерские костры и так далее. А стенгазеты никто не помнит. А дело в том, что этой работе, вот канцелярской, номенклатурной, было уделено достаточно много времени. И вот некоторые, кто в октября, так еще липучилки, отвалились, а остальные остались. Наиболее, так сказать, подходящие по качествам. Крутиться вокруг начальства. Далее. Комсомольцы. Здесь начинается самое интересное. То есть уже те, которые сидят, в райкоме комсомолы, это уже сложившиеся номенклатурщики с определенным набором качеств. Комсомолы-то еще большая заорганизованность. И вот когда это уже подростковый возраст, в эту среду отбирались как раз те люди, которые составляли костяк этой номенклатуры в дальнейшем. Причем вот эту цепочку в советское время проходили все дети. Дети, скажем так, партийных сановников высшей номенклатуры, ну и дети из низов. То есть им была возможность там дана в эту номенклатуру пройти через определенную систему взаимоотношений с остальными членами этого сообщества. Система работала автоматически, прекрасно работала. А потом, когда Горбачев и компания начали разваливать страну, эти все идеологи на ходу, на лету переобулись и, собственно говоря, первые миллионеры долларов это у нас стали как раз бывшие комсомольцы. И заодно партийцы, кстати. Самое, что интересное, вот сейчас сотрудников КГБ и ФСБ вот кричат «Мы такая сильная организация!» Но ведь и обвиняют во всем все Горбачева. Смотрите, ребята, вы же стояли на страже государства. У вас организация называлась Комитет государственной безопасности. А государства ведь нет под названием СССР. Уже давно нет. Если вы стояли на страже государства, на страже идеологии, в том числе вы и замполиты, политруки, которые людям промывали мозги, читая им марксистско-ленинскую теорию во всех учебных заведениях. Вот так примерно выглядит. То есть, значение имеет информационная среда, в которую погружается душа человека. И вот эти ребята страну в 91-м году упустили. Военные не упустили, потому что враг на территорию нашей страны военной техникой не зашел. Он зашел через идеологию. Создал новую систему взаимоотношений. Эта система создается уже третий десяток лет, формируется. А за это время два поколения уже созрело. И вот эти два поколения, когда приведут во власть и заполнят эти детишки поколения 90-х все этажи государственных пирамид, государственной пирамиды, стране наступит капец. Почему? Ну, потому что в отличие от номенклатурной цепочки советского периода, когда все-таки эти ребята должны были пройти определенную ступень. Сейчас. Где она тут? Ладно. Не важно. Определенную ступень. Поработать на заводе, поработать там на ниже стоящей должности. Потом, в общем, цепочку проходили. Но теперь этого нет. Теперь у нас приводят туда напрямую. Сразу дают в удельное правление какую-нибудь отрасль. Отменена такая функция, допустим, раньше на должность заводделения не могли поставить врача, который, по-моему, пять лет должен был отработать. Теперь ставят некоторых особо одаренных в юноши и девушек, которые только закончили мединститут. Потому что у них есть хорошие родственники, покровители и так далее. Но потом вы не удивляйтесь, что у нас медицина в таком состоянии будет еще хуже. Не потому что я там нагнетаю. Я просто вижу потери, утрату профессиональных качеств у очень многих людей, у сотрудников милиции в том числе и так далее. Рыба тухнет с головы. А наверху у нас сидят вот те, кто по своим качествам является холопом и социальным паразитом по определению. Это же их лозунг тост «Давайте выпьем за то, чтобы у нас все было и нам ничего за это не было». Это вот как раз про них. только не мог понять, что это такое. А вот это вот оно. Сейчас, все там дальше. Вот эти вот ребята, которые пытаются из низов пролезть туда, а вот представители новой номенклатуры по власти. Эти ребята пишут законы. Фото взято из свободного доступа, так что уж я не думаю, что меня за это попытаются засудить. Пацанов, действительно, родители, которые им готовили такую участь, они сами дураки, тупые, не понимают, что лучше бы ты своего ребенка на завод отдал или поставил бы в свой бизнес. Самое начало цепочки, но нет. У них там Battlefield на уме, покатушки какие-нибудь сидят, ни хрена не понимают, что мы тут делаем. И у тех, кто на заднем фланге, точно такие же. И вот эти люди пишут нам законы и считают себя элитой, то есть лучшими по качествам души, и по качествам ума. Ну, на выходе вы с этим контингентом победить хотите. Вот такую структуру нам готовят в настоящее время. Поскольку, поскольку идеология марксизма, ленинизма утратила свое значение, предназначение, то есть нужно было формировать четыре поколения, которые находятся в неведении, то сейчас стали усиленно внедрять идеологию, которую исповедует РПЦ. Потому что общество, в котором доминируют не те слои, которые функционируют, вернее, функционируют неправильно. И чтобы удержать народ в повиновении, естественно, нужно какую-то идеологию. Проблема заключается в чем? 70% женщин и 40% мужчин являются внушаемыми. И вот результаты выборов это показали. А Путин, конечно, не 70% набрал, 76%. Ну, потому что, скажем так, по тем сведениям, которые знаю я, процентов 25 там приписаны. Люди мне с определенных регионов говорили по наблюдениям на участках. Ну, тишь да гладь, везде да божья благодать, хорошо, что так. Сделано почему? Что за него проголосовало 56 миллионов. Потому что у нас всего 111 миллионов избирателей. Делим на 2, получается 50, ну, и примерно 0,6%. То есть, если кто-то попробует вякнуть, что он пришел к власти нелегитимно, потому что общее количество избирателей, если бы проголосовало за него меньше 50 миллионов, то да, нелегитимно. Меньше половины. А так больше половины, ну, на миллион. Ну, отлично, все. к чему это я все, а к тому, что структура расположения слоев в социальной пирамиде продолжает сохраняться той же самой. чиновники номенклатура открыто воруют, ничего не стесняясь. Депутаты тоже получают бешеные зарплаты. То есть, откуда взяться денег на социалку, на оборону и так далее, когда государственные расходы не сокращаются. Для того, чтобы весь этот этаж держался и не развалился, усиливается группировка в третьем сословии Росгвардия и так далее, принимается ряд законов, которые направлены на подавление выступлений народа, а народу деваться то некуда ведь. Но в любом случае, вот уже сейчас среди молодежи я очень часто слышу такое на вопрос, а если война пойдешь, и он говорит, да пусть там дети Пескова воюют. Мне государство это и те, кто наверху сидят, ничего не дало. Но если разобраться, так оно и есть. Как говорил гражданин Манергейм, чтобы у человека возникло желание страну защищать, нужно, чтобы ему в ответ что-то дали. А в данном случае создается такая ситуация, что большинство людей подумает, а надо ли идти. И такого количества добровольцев, какое было, допустим, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, точнее, потому что рассматриваем это для защиты только нашего Отечества, вряд ли будет. Для этого сейчас наращивают такую вещь, как частные военные компании. Кстати, я не знаю, как это до сих пор никто этот вопрос не поднял, потому что в Уголовном кодексе существует статья о наемничестве. Но в то же время, вот я уже там наблюдаю, в этой Сирии, ЧВК сделало то, ЧВК сделало это. В чем отличие наемника от воина, главное? наемник это тоже боец, но существенный он черту характер имеет. Он за деньги продает свое умение убивать. По большому счету ему плевать, кого убивать. Можно, конечно, отнекиваться и говорить, да вот, я интересы России заступаю, но служи тогда в армии. Сейчас у нас как бы контрактная армия, то есть проблем нет. Но нет, туда, и за не очень большие деньги кладут свои головы. А во всем мире к наемникам всегда отношение было одинаково. Это расходный материал, и когда их берут в плен, то у обычного солдата есть шанс выжить, у этих шансов выжить нет. Этих убивали всегда жестоко и будут убивать. Потому что у всех народов в общем-то наемник воспринимается всегда одинаково. И вот для чего это нужно. Опять обращаем внимание на Украину. У Коломойского там есть своя частная армия и не только у одного. Соответственно, частные армии могут себе позволить только люди, которые очень много украли у всех остальных для защиты своих личных интересов клана. Пока страны находятся в состоянии относительного равновесия, такая система может существовать. Но Россия себе это позволить не может. Почему? Ну, потому что у нас есть такой сосед, как Китай, который идет с нами вровень, а по некоторым позициям у нас опережает по вооружениям. У Китая мобилизационный ресурс, мне называли цифру 150 миллионов человек, но даже пусть 100. Так это все население нашей страны. А это только мобилизационный ресурс здоровых мужиков. У них очень серьезная армия и как бы там ни говорили, да, все танки одноразовые, ракеты тоже одноразовые, но они, у них китайцы за это время научились делать и военную технику, и электронику по некоторым позициям. Там, допустим, я знаю, они с немцами конкурируют и даже делают лучше немцев электронику. Вот и всего. А электронные средства в современной войне это основополагающий фактор. А у нас, как вы знаете, наука все меньше и меньше финансируется, а откуда взяться талантливым детям, если в советское время была организована система кружков, где ребята из, скажем так, по советским меркам несостоятельных семей, но имеющих светлые головы, могли получить первичные знания, могли бесплатно учиться в школах, техникумах, институтах и продвинуться вверх в социальной структуре, вот по этой пирамиде как раз, то современная система, которая устроена в России, это все исключает, в Америке тоже этого нет, но они делают хитро, они покупают умы, а у нас такой возможности нет, потому что люди, которые сидят там наверху, тупые, и они играются, только еще раз повторяю, за счет того, что у нас ядерные силы, подводные лодки хорошо еще ходят там по дну, подо льдами, с ядерными ракетами, офицеры дежурят на своих постах боевых, но еще поколение сменится, я тут смотрю, какие офицеры сейчас приходят, печально я гляжу на это поколение, все, что можно сказать, основы боевой подготовки совсем другие, и тема это отдельного разговора, потому что стандарты, которые им привывают, опять стандарт подчинения, стандарт подчинения людям в штатском, вот, если вы обратите внимание на страны Германии, страны Европы, вот на Германию, женщина министра обороны, женщина министра обороны, которая отдаёт воинское приветствие, я всё-таки придерживаюсь понятию воинская честь, потом чуть-чуть дальше поясню почему, женщина министра обороны отдают воинское приветствие, ратуют за то, чтобы в армию Германии внедрили гомосеков, ну, представьте картину, идёт полковник навстречу ему гомосеку в звании рядового, полковник на воинское приветствие гомосека отдаёт ему воинскую честь, воинское А что значит воинское приветствие? Воинское приветствие отдает только воин воину. Никогда воин не отдавал такое приветствие гражданскому лицу, какому-нибудь пиджаку. Ну, до 1917 года. И теперь нужно понять очень простую вещь. Вот этого полковника армии Бундесвера опустили фактически, потому что полковник, отвечая на воинское приветствие Гомосека, фактически признает Гомосека равным себе. Вот. Это все очень печально. В России пока такого, к счастью, нет. Но понимание значения воинского приветствия уже размыто. Так же, как и значение важности функции военного сословия для всего общества в целом. Так, что еще? Сейчас, секунду. Как должно быть устроено государство? Обратите внимание. Организм человека и организм государства это фактически одно и то же. Некоторые вещи вроде как бы и есть, но смотрите. У нас министр обороны стоит выше, чем генеральный штаб. А министерство вообще-то это органы внутри тела человека, мышцы, легкие там и так далее. Каждому можно свое значение придать. Которые выполняют определенную функцию жизнеобеспечения механизма в целом, функционирования. А мозг у человека один из двух полушарий состоит. В мирное время доминировать, вернее, руководить должен, я это называю, верховный правитель, а военно-верховный главнокомандующий. Вот кадровый состав для верхнего эшелона государственной пирамиды должен формироваться только из военного сословия. Причем из той его части, которая связана с выполнением боевых функций. Ну то есть командиры кораблей, соединений, командиры полков, дивизий, кто работает непосредственно на театре военных действий. Потому что есть еще в армии тыловые структуры. Вот тыловые структуры меньше всего должны допускаться в управление страной. Почему? А потому что туда идет особый склад людей. Кто в армии служил, тот знает, что такое зампотыл. Ну, как правило. У меня был очень большой отрицательный пример. Насмотрелся на все на это. Поэтому как бы психология тех людей, которые должны приходить во власть именно в органы управления. Почему именно военные? Ну, во-первых, система естественного отбора. По системе, которая устроена сейчас, во власть приходят гражданские люди. Причем зачастую это люди с очень странным мировоззрением и мироотношением. Особенно вот эти мальчики из нового привилегированного класса, сословия. Которые считают, что им весь мир должен. Но непонятно почему. Ну, потому что у него папа сильный, может дать денег ментам. Тебе приедут, руки заломали всем, кто их обидел. И все. Они не понимают того, что если чуть-чуть равновесие нарушится, страна погрузится в хаос, то они из себя не будут представлять абсолютно ничего. Примером тому 90-е годы. Я вот в передаче «Криминальная Россия» вспоминаю, как в Рязанской, по-моему, области все чиновники из администрации ездили на стадион, где там руководитель ОПГ проводил с ними совещание. Вот это вся сила чиновников. Они опираются только на тот слой, который подавляет все, что находится ниже слоя чиновников. А этот слой, который подавляет, не понимает, что они фактически являются той угрозой, защищая вот этих социальных паразитов, которые разваливают страну. Еще раз напоминаю, социальный слой-паразит – это те, кто не приносит ничего для... Общество. Если мы оценим деятельность чиновников, ну, какой у них результат? Нулевой. Почему? Количество бедных растет, бизнес закрывается, среднему классу существовать не дают. В итоге, да зачем они такие нужны? Их нужно полностью, 100% менять другими людьми. Еще раз перескакиваю на вопрос головного мозга. Вот у нас министр обороны всем заправляет. Я сейчас не буду там шейгу оценивать как личность. Ну, министр обороны – это привод. Выше должен быть генеральный штаб и верховный главнокомандующий. Эти люди, верховный главнокомандующий, должен назначаться и выбираться только из среды генералов, которые закончили академию генералов штаба, имеют опыт работы и так далее. В руководстве областей то же самое. В Царской России был такой опыт назначения военного генерал-губернатора. У него замы могут быть из штатского сословия, но обязательно прошедшие военную службу. То есть в любом случае нужно привязывать принадлежность к слою чиновников, да к любой структуре, которая находится на обеспечении средств налогоплательщиков, и связывать с военной службой. Почему? Ну, потому что мы переходим к рассмотрению такого вопроса, как гражданин, гражданские обязанности и право гражданина. Сейчас, к сожалению, понятие гражданин очень сильно искажено. Гражданин сидит. Вадим, Вадим, еще хочу напомнить, что уже 2 часа 25 минут прошло. А, все, я уже заканчиваю. Практически закругляюсь. Сейчас, секунду. Я тут просто на этом саму. Допустим, вернемся к Древней Греции. Гражданин имел право носить оружие и обязан был защищать свой полис, город-поселение. То есть, понятие гражданства, да, и гражданином мог быть только представитель коренного народа. Сейчас же понятие гражданства связывают с принадлежностью юридической. То есть, гражданином может быть представитель любого другого народа, который проживает где-то за территорией Российской Федерации, приперся, он сюда заплатил денег. Ну, например, с тем же Стивеном Сигалом. Эти все прочие одиозные примеры известны. Зачем эти пассажиры тут нужны? Они никогда тут не были. Их предки никогда тут не были. Эту территорию не защищали. Но им дают гражданство. То есть, он получает все права. А обязанностей у него вроде как никаких и нет. По конституции есть, но он уже не служит. Так вот, раньше философский словарь дает следующее определение термину гражданин. Человек рассматриваем как субъект независимого государства или нации. Ключевое слово – нации, то есть народа. Все остальные понятия рассматривают гражданина как человек, принадлежащий к постоянному населению данного государства, пользующийся его защитой и наделенной совокупностью политических прав и обязанностей. Населению, но не народу. Это я из Википедии цитирую термин. А другие термины вообще понятия народ и даже население. И из трактовки понятия гражданин исключаю. Чтобы осуществить отбор наверх людей, наверхушку государственной пирамиды, необходимо это еще раз повторяю, ввязать с военной службой. Причем увеличить ее до двух лет. Для чего это надо? Если ты хочешь получать пенсию, докажи для начала и работать в государственной системе, в системе государственных институтов, докажи начало, что ты что-то можешь отдать стране взамен. Ну, послужить. Это нормально. Вот кто боится этого по своим качествам, он туда не пойдет. И, поверьте, сразу престиж военной службы на порядок повысится. Мне рассказывали узбеки, у них эту проблему решили именно таким образом. Сейчас, чтобы пойти в армию, платят взятку военкому, потому что не служивший в армии не имеет права устроиться на государственную службу. И там это строго отслеживается. У нас же, наоборот, процветает система, относима от армии любыми способами. Мне, если бы сейчас выпала возможность пойти, я бы пошел даже несмотря на то, что вот со всем моим багажом, который у меня есть, знаний, понимания того, что эта система несправедлива, я бы пошел. Чтобы себя проверить раз, чтобы поучиться воевать два. Это всегда лишним не бывает. Особенно в свете тех событий, которые, не дай бог, конечно, но вполне возможно возникнут на горизонте. Ну, скажем так, есть единственный способ бескровного осуществления смены существующих в настоящее время положений дел в стране. Это когда первое лицо либо само догадается все заменить и изменить. Ну, либо, как подсказывает исторический опыт, еще раз подчеркиваю, я не призываю к свержению существующего строя, но исторический опыт показывал, что страна оставалась цельной, это во времена императоров российских, когда военное сословие выдвигало из своей среды другого человека, а первого, ну, скажем так, смещали. И таким образом страна сохраняла цельность и крови практически не было. Других путей не существует. Кто вам скажет, что народ выйдет на улицу и все заменит, ничего не будет. Толпа никогда ничего не была решить сама. Ещё раз. Вот эта идея самоорганизации общества хороша для малых регионов, районов. На уровне деревни, маленького города, несомненно, всё, что выше, требует организации в пирамиду. Благодаря организации и правильно выстроенной вертикали мы выиграли Вторую мировую войну. Тяжёлой ценой, большой ценой, но это опять проблема кадров в том числе, потому что не всё Иосиф Виссарионович, к сожалению, решил, но тем не менее. Ну, вот, собственно говоря, и всё. Я думаю, ещё какие-то вопросы вы зададите, а за сим спешу откланяться. Благодарю за внимание. Куда ты собираешься откланяться? Только мы в самом разгаре нашей беседы. Мы сейчас перейдём ко второй. Ко второй части перейдём. Вот тут раскланиваться устроено. Хорошо. Раскланивание. Я готов. Итак, благодарю за такой интересный, жёсткий доклад. Неоднозначно он в чате воспринимался людьми. Кто-то ругал тебя за то, что сеешь негативчик. Чё это, мол, там у нас всё такое плохое, можешь что-то хорошее расскажешь? Да, я тебе сразу про негативчик скажу. Кто-то сказал, что, в общем-то, довольно хорошо и всё хорошо и замечательно. Правду мужик говорил. Ну, сейчас мы давай ко второй части всё-таки перейдём, и там уже будем с тобой обсуждать про негативчики и позитивчики. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова